Приветствую вас! Моё мнение по данному вопросу будет звучать так. Если вам не нужен психиатр, если вам не нужны депрессанты, то вам точно нужны регулярные консультации психолога, потому что А. У вас есть подозрение на алкоголизм, потому что вы пьёте. Б. У вас есть, соответственно, эмоциональные качели, это, соответственно, связано с низким уровнем эмоционального интеллекта, который нужно развивать. Б. Так, АБВ. У вас подавлено детское эго-состояние, либо выражается оно исключительно неправильно, ну, то есть как бы деструктивно. Вот. Дальше, у вас есть склонность к суициду, да, то есть, соответственно, вы испытываете на себе послание смерти, ну, то есть, ваши родственники, возможно, посылали вам, так сказать, послание о том, что вы должны умереть. Вот. А дальше, вы склонны испытывать стыд, то есть, вы сравниваете себя с другими людьми, и вы обесцениваете себя, то есть, вы, как бы, склонны себя обесценить, принижать то, что вы, ну, то, что вы хотите делать, то, что вам нравится. Вот. А также я не уверен, что вы делаете что-то для себя. То есть, я не уверен, что вы делаете для себя те вещи, которые вы делаете. Вот. Ну, в том смысле, что вы делаете это для, допустим, ну, та же, вот, допустим, рок-группа, да, в которой вы играете, вы то, что делаете не так, что вам нравится музыка, там, да, ладно, потому что, ну, чтобы что-то доказать кому-то. Вот. А по поводу характера вашего, ничего не скажу, потому что, ну, как бы, характер нужно изучать и следовать. Вот. А я думаю, что даже если вы, вот, если вам что-то не нравится, да, если вы, ну, считаете, что он у вас, там, гнилой и так далее, то его можно исправить. То есть, характер любой можно поменять. Главное над этим работать регулярно с психологом, вот, и всё вас меняется. Вот. То, что вы о себе описываете, да, то, что вы, ну, что-то все свои описываете, да, это не норма. Это не обязательно психическое заболевание, да, но это не норма, не норма. И работать с этим нужно, если не с психиатром, то с психологом однозначно. Вот. Далее, по поводу депрессии. Депрессия, соответственно, должна быть обвинительствована, да, то есть, должно быть подтверждение, либо у вас депрессия, либо у вас депрессивное состояние. Вот. Если депрессивное состояние, то, соответственно, психиатр не нужен, достаточно просто психолога, который будет работать с этим состоянием. Если депрессия, то, соответственно, тогда вам действительно нужен психиатр, либо психотерапевт для того, чтобы вам, ну, вот, помочь разобраться с этим состоянием. То есть, опять же, чтоб вы правильно поняли, да, меня, чтоб вы правильно поняли ситуацию. Психиатр, да, психиатр, это человек, который назначает вам лечение. Лечение, как правило, медикаментозно. Но психотерапистическое воздействие, психотерапистическое воздействие, то есть, когда работа идет именно с психикой. Вот. Это совсем не то же самое. И лекарство, лекарство при грамотном, адекватном подходе, вот, используется исключительно только для этого. То есть, для того, чтобы человека подготовить, приготовить человека к психотерапии. Вот. То есть, ваши родители живут на антидепрессандах и так далее, и так далее. Ваша семья, как вы говорите, кстати, откуда такое обсуждение о вашей семье, да, вот, ну, в плане того, что это семейка. Вот. То, что ваша семья живет на антидепрессандах, это не означает, что она лечится, что эти люди лечат себя. Они тебя не лечат, они просто поддерживают, там, определенное свое состояние, и не более того. Вот. То есть, это не лечение. Вот. Вот, в принципе, так. Вот. Дальше. Дальше идем. Вы пишите, я взрослый ребенок, неврелый, избалованный личник, который лично себя жалеет, и доктор мне не нужен. А, понимаете, то, что вы взрослый ребенок, неврелый, избалованный лично, ни в коем случае не является нормой. И даже если вам не нужен доктор, то вам нужен психолог. Вот. То, что вы лежите с вами днями, да, и, там, не можете, как бы, подняться, это достаточно серьезно. Поэтому, я полагаю, что, если вы придете к, ну, к куна... к куна... к куна... к психиатру, да, то есть, ну, к психиатру, и он вас просто диагностирует. Вот. Много денег вы не потратите. Но у вас будет, по крайней мере, информация о себе, что вы, по крайней мере, будете знать, что с вами происходит, какая вы, и что у вас, ну, за проблем, например. То есть, вы будете это все знать, именно знать, у вас будут информации об этом. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. А, пока же, пока же, на данный, на данный момент, что, что вы делаете, да, что, что вы делаете, вы, как бы, гадаете. Это именно гадание происходит у вас. Вы не знаете, вы не можете знать, как обстоят у вас дела, вы не можете знать, что вы делаете, вы не можете знать, что с вами. У вас нет, а, необходимой информации для того, чтобы понять, что с вами происходит. Вот. Поэтому оставьте эту идею, оставьте эту работу врачам. Вот. То есть, не нужно, не нужно самостоятельно брать на себя такую ответственно. Вот. Никто не говорит, что, а, никто не говорит, что вам нужно, а, смотри, 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 ну, сразу лечиться. Никто об этом не говорит. При вопросе нужно понять, есть ли у вас психическое заболевание или нет. Вот. Не каждое психическое заболевание, там, нуждается в обязательном медикаменте, медикаменте, да. То есть, опять же, важно, важно, именно на значение, на значение, понимаете, какая история. То есть, важно, важно на значение, ну, на значение мероприятий, на значение процедур, на значение работы. Вот. Вот. И, я порагаю, что вы, ну, ни в коем случае не можете, скажем так, вы не можете знать свое состояние. То есть, вы не можете, а, сами себя диагностировать. Вот так вот сказано. То есть, вы не можете сказать, есть ли у вас заболевание психическое, например, или нет. Вы этого сказать не можете, не можете, потому что никто не в силах посмотреть на себя со стороны. Вот. Вот такая история. Но позаботиться о себе нужно в любом случае. То есть, знаете, большое количество денег, о котором вы говорите, ну, для меня несколько загадочно выглядит, потому что все происходит, как бы, под вашим постоянным контролем. Вот. То есть, вы ни в коем случае не, ну, не будете, вы ни в коем случае не будете делать чего-то, да, вы ни в коем случае не будете делать того, что вам, грубо говоря, не по душе, что вам не нравится, что вам не хочется делать и так далее. Но не будете, вы просто не будете это делать. Вот. Поэтому никто с вас, как бы, деньги, деньги тянуть не будет, вы поверьте, вот, что с вами, ну, будут работать, если вы захотите, то вам сперва скажут, что, ну, есть у вас вот такой вот, соответственно, ну, допустим, диагноз, есть у вас вот такой, ну, такая вот есть проблема, ее можно решать, соответственно, так-то, 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 вот, и все, вы уже сами выберете для себя, что вы будете делать и как, понимаете, вот, а пока, пока что, Ну, мне кажется, что вы говорите о том, чего нет, в принципе. То есть вы говорите о том, о чем не знаете, вот. И что интересно, да, не знаете не только вы, но и мы не знаем, мы тоже. Ну, не знаем, о чем мы говорим, собственно, что вообще сейчас. Есть подозрения, да, по описанию, может быть, у вас, может быть, и тревожное расстройство, да, может быть, и комплексивное расстройство, может быть, и депрессия, да, это так, это правда, вот. Но это нужно диагностировать и, соответственно, работать с этим. Ну, как бы, грамотно, неспешально работать. Я думаю таким образом, что вам необходимо все-таки позаботиться о себе, в любом случае. То есть вот, даже если вы считаете, что у вас, ну, скажем, нет ничего, да, то есть нету, нету заболеваний, вот, никакого. То все равно, именно поработать, именно поработать, позаботиться о себе, в своем психическом здоровье вам нужно. Вот, это одно значит, потому что, ну, в любом случае, в любом случае, вы, в любом случае, всегда запустили, достаточно сильно, вы всегда запустили, да, что у вас уже такие процессы происходят. Вот, и, как бы, детско-родительские отношения тоже отдельно, тема отдельная, отдельная сфера для работы. Вот, знаете, поэтому смотрите, 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 никто вас, конечно, засталять не будет, но ваше здоровье это исключительно на ваше здоровье. И, если вы не хотите делать чего-то для себя, допустим, да, ну, подумайте о ребенке, который, в общем-то, ну, страдает, вот, в любом случае страдает, да, подумайте о том, что, почему вот вы, там, грубо говоря, пьете, да, пьете, да, то есть это тоже не может быть, ну, чисто случайно, случайно, вот, да, то есть вы, ну, вы, наверное, понимаете это сами, что не может быть это чисто случайно, что вы, вот, пьете. Это тоже есть причины какие-то, вот, очевидно, что вы живете в, скажем так, достаточно, достаточно тяжелой стрессовой ситуации постоянно, в состоянии, там, неудовлетворенности и прочее, 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 вот. То есть это идея какая, идея какая, выработка субъективной позиции, вообще, например, почему вы, почему вы вообще вышли замуж, да, и, соответственно, родили ребенка, зачем, зачем, для чего, зачем вы это сделали, вот. То есть я, опять же, поймите, я вас сейчас, да, не обвиняю, я не говорю, что вы, там, делаете что-то неправильно, просто вы брать для чего, зачем, вот, может быть, вы ожидали, чего-то от, допустим, ну, той же семьи, да, вы чего-то ожидали, вот, а она вам это не дала, и теперь вы чувствуете себя вот так вот, ну, достаточно, достаточно, скажем так, негативно, 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 да, вот, то есть это все нужно смотреть, разбираться, все нужно исследовать, все нужно корректировать, вот, ну, желательно, желательно корректироваться, помогаться, вот. Если это не будет делать, например, психотерапевт, да, то пусть это будет хотя бы психолог. На этом все, я надеюсь, что мой ответ вам помог, а если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.